Лев Толстой говорил, что значение искусства в том, что оно объединяет людей в одном и том же чувстве. Он считал, что если произведение искусства вызывает в человеке добрые, положительные эмоции, то это хорошее произведение искусства. Еще при жизни Толстого Ясная Поляна стала местом притяжения для творческих людей – писателей, композиторов, скульпторов, художников. В семье Толстых обсуждение тем, связанных с искусством, было обычным явлением. Живописью, графикой, скульптурой увлекались жена писателя Софья Андреевна, его сыновья Илья и Лев. Профессиональное образование в училище живописи вояния и зодчества получила дочь Толстых Татьяна Львовна. У нее даже в Ясной Поляне была своя мастерская в небольшом домике, названном Голубым павильоном. В этом домике жили и работали художники, приезжавшие на пленеры в Ясную Поляну. Картины этой выставки не только передают красоту и атмосферу места, где жил и творил Толстой, Они также выступают документами эпохи, фиксирующими действительность в моменте. На выставке «Пейзажи Ясной Поляны» мы раскрываем перед вами запасники музея. Здесь представлено 50 живописных работ русских художников XX века. Среди них есть и произведения, созданные в последние годы жизни писателя. Самая ранняя работа, представленная на выставке «Большой пруд в Ясной Поляне» Михаила Нестерова. Этот этюд был нарисован художником в 1907 году во второй приезд в Ясную Поляну. Две работы Василия Мешкова были написаны при жизни Толстого в 1910 году. По ним мы можем представить, как выглядели башни въезда и деревня Ясная Поляна при жизни писателя. На выставке много картин, на которых знакомые нам сегодня места выглядят по-другому. Ведь усадьба – это живой организм, который не может не меняться. Так, если посмотреть на картину Сергея Салтанова «Усадебные ворота», то мы увидим с вами башни въезда в совсем другом окружении, чем привыкли видеть их сейчас. Художник, находясь в Париже и учащийся в Академии Жулиана, познакомился с дочерью Толстого Татьяной Львовной и позже часто бывал в Ясной Поляне. Здесь он создал значительную часть своих работ, преимущественно видов усадьбы. Гостя в Ясной Поляне, Салтанов избегал выходить на этюды в яркие солнечные дни. Он предпочитал погоду тихую, скромную, несколько затуманенную, потускневшую. Обитатели усадьбы называли ее Салтановской. Часть работ были показаны на Толстовской выставке в 1911 году. В 1908 году в Москве состоялась первая персональная выставка Сергея Салтанова. Критики похвалили его за мастерство, но отметили тусклость колорита, однотонность, однозойливое самоповторение. Однако более половины работ художника были распроданы. Неожиданно свалившееся на него богатство привело к печальным последствиям. Он много кутил, разбрасывая деньги направо и налево. А когда деньги закончились, то взял кисти и краски и отправился путешествовать по Волге, Каме, побывал на Кавказе, в Крыму. Оттуда он привез более 300 живописных полотен, которые легли в основу второй его персональной выставки. Однако эта выставка уже не имела того успеха, как первая. В 1928 году в усадьбе Льва Толстого работал Витольд Белоницкий-Беруля. Он был последователем импрессионизма, но традиции русского лирического пейзажа настроения в советский период подвергались критике за безыдейность. Поэтому художник разработал новый тип – мемориальный пейзаж. Он работал не только в Ясной Поляне, но и в Пушкинском, Михайловском, в Горках Ленинских, в Сталинском горе. Его неоднократно направляли в творческие командировки с заданием запечатлеть стройки коммунизма. Однако оттуда он привозил в основном свою природную лирику. На нашей выставке представлены четыре яснополянских пейзажа Белоницкого-Беруля. В традиции мемориального пейзажа продолжил и классик реализма Борис Щербаков. Одной из главных творческих задач всей жизни художника стала разгадка концепта «Гения места» классиков русской литературы. Начиная с 1930-х и заканчивая 1970-ми годами, Борис Щербаков много путешествовал по местам, связанным с именами великих русских писателей – Пушкина, Толстого, Лермонтова, Тургенева, Шолохова. В циклах своих пейзажей – Михайловского, Яснополяна, Тархан, Спасского-Лутовинова, Вешенской – он пытался ответить на вопрос об истоках великой русской литературы. В 1959 году Щербаков приехал в усадьбу Толстого и возвращался сюда для работы над пейзажами в течение нескольких лет. Результатом его работы стала выставка 1961 года «Четыре времени года» в Ясной Поляне. Часть из работ, показанных в экспозиции, были переданы нашему музею. Существует легенда, что последняя литературная усадьба, в которой работал Щербаков, была Вешенская. Когда он собирался уезжать, решил показать свою работу Михаилу Шолохову. Тот с легкой улыбкой, попыхивая трубкой, смотрел на картины. А через плечо восхищенно заглядывала его жена Мария Петровна. Когда дошли до последнего этюда, она с воодушевлением сказала «Как хорошо, прям как на фотографии». Художник уехал расстроенным. Ведь такие слова говорили ему критики и недруги, обвиняя в чистом натурализме и сравнивая кисть с фотообъективом. Не обошел своим вниманием усадьбу Толстого и наш земляк Порфирий Крылов. Он известен как один из трех художников Содружества кукрыниксов, прославившихся карикатурными плакатами. Но он был не только талантливым графиком, но и прекрасным живописцем. Последнему он уделял все свое свободное время. В Тульском музее Крылова большая коллекция его работ в разных жанрах – пейзажи, натюрморты, портреты. Являясь приверженцем импрессионизма и последователем Левитановской школы, он пропускал классические знания через свое видение и создавал индивидуальные, легко узнаваемые произведения. В них очень гармонично сочетаются яркие и насыщенные цвета с прозрачностью окружающего воздуха. Это хорошо видно на осенних пейзажах Ясной Поляны, представленных на нашей выставке. Современные художники продолжают традицию прионеров в Ясной Поляне. Владимир Голубов, Валентин Захаров, Валерий Власов, Юрий Чесников не только запечатлели на своих полотнах Ясную Поляну конца XX века, но и усадьбы членов семьи писателя, оставив в фондах нашего музея живописные изображения этих мест. Природа Ясной Поляны по-прежнему привлекает художников в родовое имение писателя и объединяет людей искусства в желании любоваться красотой в реальности и на живописных полотнах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова